Здравствуйте коллеги! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня решил подкормить свои декоративные травки-муравки, а именно овсяницу или фистука, санталину, чебрецы, гвоздики, лаванду, ну и так далее, и так далее. Честно сказать, никогда раньше этого не делал, то есть растения росли, и я их не подкармливал. То есть действовал по принципу Андрюха, не мешай растениям расти. В принципе, это всегда давало довольно-таки неплохие результаты. Но пообщавшись немного с теми, кто занимается выращиванием цветов на профессиональном уровне, я пришел к выводу, что стоит попробовать это сделать. Так как мои опытные коллеги-цветоводы были весьма убедительные, и им удалось доказать мне, что в этом есть смысл. Сейчас у нас жара, очень высокие температуры, где-то 35 градусов в тени, ну плюс, разумеется. И судя по всему, такая погода будет держаться теперь с начала июля и аж до конца августа, возможно, начало сентября. И как мне, в принципе, доказали весьма убедительно, какое бы растение не было засухоустойчивое, устойчивое к высоким температурам, тем не менее, в такую жару оно как бы переходит в эконом-режим. Что это значит? То есть растение впадает в такой некий анабиоз, в нем замедляется сокодвижение и так далее, и растение исключительно работает на свое жизнеподдержание. Я, кстати, в свою очередь хочу заметить, что обратил внимание, что где-то с начала июля, точнее, скажем, со второй половины июля и аж до начала сентября растение практически никак не развивается. Я по своей неопытности думал, что это связано с отсутствием туманов, то есть в июне утренняя роса, она присутствует, а уже в июле ее практически не бывает. Я, честно говоря, думал, что из-за пониженной влажности и растение, соответственно, не развивается. Как выяснилось еще к тому же, на растениях на листве закрываются поры и растение попросту перестает дышать и развиваться. Оно, конечно, не погибнет, ничего страшного с ним не случится, если вовремя поливать, не забывать этот момент хотя бы два раза в неделю. Но все-таки хотелось бы, чтобы до осени растение, как говорится, наросло и набрало свой товарный вид, назовем это так. Ну а товарный вид, разумеется, нужен для того, чтобы покупатели не тратили лишние деньги. Потому что, если кто-то захочет приобрести, ну, скажем, разбираем уже на примере фистуки, вот такое вот растение, то его по принципу, который описан в этом видео, можно разделить части на 3, максимум на 4. То такого размера уже на 6, на 8. И если использовать эти два месяца, что называется, с пользой, то растение еще увеличится. Ну, особых я надежд на эту подкормку не возлагаю, но думаю, на процентов 20-30 оно увеличится. Что, в свою очередь, позволит разделить уже куст не на 6-8 частей, а, скажем, на 10-12. Ну и, соответственно, человеку не придется покупать, скажем, 4-5 кустов. Достаточно купить два и со временем уже обзавестись вот такой вот плантацией. Подкормку я буду проводить по листу, поэтому мне понадобится опрыскиватель. Ну и, соответственно, отправляюсь заправлять бак. Подкармливать травянистые растения я собираюсь при помощи двух препаратов. Первый это Мегафол. Второй это Максикроп. Оба препарата производства фирмы Вилагра. Это не в качестве рекламы. Я думаю, фирма Вилагра не нуждается в моей рекламе. И так все прекрасно знают этого производителя органических препаратов. В бак заливаю 10 литров воды и добавляю Мегафол 25 мл и Максикроп тоже 25 мл. Мегафол это антистресс для растений в тяжелых климатических условиях. Такая вот жидкость. Не буду подробно останавливаться, читать все, что здесь написано. Не буду отнимать ваше время. Сейчас лучше выведу все это на экран. Кому интересно, поставьте на паузу и почитайте, что это за препарат, состав, а также его применение рекомендованные. Что касается Максикроп, это органическое микроудобрение для овощных культур, плодовых, ягодных, технических культур, виноград, цветы, газон, а также комнатные растения. Раз можно применять его для комнатных растений, значит препарат совершенно нетоксичный и не имеет никакой опасности для человека, а также окружающей среды. То же самое, вот подробное описание. Кому интересно, пожалуйста, почитайте, ознакомьтесь. Для того, чтобы подкормка легла равномерно на поверхность листа, я буду использовать также прилипатель. Заполняю бак водой до отметки 10 литров и отправляюсь опрыскивать растения. Подкормку растений не стоит проводить в жару, лучше это делать либо рано-рано утром, либо дождаться вечера, когда садится солнце, и тогда, собственно говоря, и начинать подкормку растений. Во-первых, жидкость высохнет не сразу, это даст возможность питательным веществам попасть в структуру растения. Также фирма-производитель рекомендует проводить подкормку раз в 7-10 дней, но я считаю, что это слишком часто и думаю, что раз в месяц вполне достаточно. Так как если эффект должен быть, то он обязательно будет. К тому же, такая частая подкормка неизбежно повлияет на конечную стоимость растения, а этого очень бы не хотелось. Мы же с вами не мироеды какие-нибудь, правильно? А значит, растения должны быть в вполне доступном ценовом сегменте. Как я уже говорил, препараты абсолютно не токсичны, поэтому я не использую средства защиты. Но, тем не менее, не следует забывать о личной гигиене. То есть, после обработки следует тщательно вымыть руки и ноги. То есть, после обработки следует тщательно вымыть руки, а также постирать вещи, на которые могли попасть вещества. Еще, конечно, не мешало бы предварительно удалить всякого рода сорняки из школки, так как на них тоже попадают питательные вещества. И, соответственно, это благоприятно повлияет на рост сорняков. Я этого, к сожалению, не сделал. Но посмотрим, что из этого получится. Многие пишут в комментариях, что хотели бы приобрести такое растение, как фистука. Помните, друзья, у нас есть с вами договоренность. Все пока в силе. Считайте это видео отчетом о том, как поживают ваши будущие питомцы. Ну, а у меня, друзья, на сегодня все. Спасибо за внимание. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok